Дагестан празднует 150-летний юбилей народного поэта Сулеймана Стальского. Так, в Махачкале прошел торжественный митинг. Площадкой для праздника стал сквер, названный в честь поэта. Там собрались родственники Стальского, общественные деятели и творческая интеллигенция. На месте побывала и моя коллега Зумруд Гамидова. Юбилей Гомера XX века начали с возложения цветов к бюсту признанного гения. Жара не стала преградой для горожан, почитающих его творчество. Все присутствующие с большим теплом и восхищением говорили о выдающемся поэте и его творчестве. Жизнь и творчество Сулеймана Стальского является интереснейшим явлением культуры нашей многонациональной страны и занимает особое место в летописи узкого поэтического народного творчества. Стихи Сулеймана Стальского до сих пор живут в сельцах дагестанских народов. Они переведены на все языки Дагестана. Все, что он написал с каждым годом, с каждым годом, приобретает новый смысл. Школьники с особой гордостью и волнением читали наизусть стихи поэта. Сулейман Стальский был истинным голосом народа, воспевал новую жизнь и новое время. Но самое главное, он ничем не отличался от простого горца. Жил проблемами народа, говорил от его имени в своих песнях и стихах. По стопам своего прадеда пошёл и Резван Мамедов, правнук поэта. Рассказывал отец, каким он был хорошим человеком. Как он, если откуда-то приезжал, всё раздавал, то, что у него было, другим людям, детям, сиротам. Он был очень добрым, очень хорошим человеком. Его стихи, можно и сейчас, хоть какое-то время не было, они относятся к этому времени. Поэт оставил потомкам огромное творческое наследие, и нам остаётся лишь беречь его. Зумруд Гамидова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.